Друзья мои, я рад вас приветствовать и сегодня будем решать такую проблему, как не работает кнопка Home на вашем телефоне, на вашем айфоне, на вашем телефоне айфоне, вот так скажем. Значит, как исправить эту проблему и сделать так, чтобы кнопка работала? Ну я скажу, смотрите сразу, мы по сути сделаем так, что у вас появится кнопка Home, только вопрос лишь в том, что она не будет у вас больше физической. Если у вас она не работает, не реагирует, то только мастерская, либо своими руками я могу снять видео, как ее починить, в принципе не сложно. Но это уже другая тема, если хотите увидеть такое видео, ставьте свой лайк, да и вообще ставьте свой лайк, потому что это видео создано с благими намерениями помочь людям. Значит, следующее, я покажу как включить на экранную кнопку, то есть заменитель вот этой кнопки. У вас будет здесь кнопка Home, где вы хотите разместить и будет, более того, она очень функциональная и умная. Также я покажу пару бонусов, допустим, как включить вспышку на звонок и много чего еще. Друзья, ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы с вами погнали. Также пишите в комментариях, как вы сломали кнопку свой Home, чтобы другие люди не повторяли ваши действия. Значит, мы переходим в такой параметры, как настройки, соответственно. И здесь у нас есть универсальный доступ. Нас здесь что интересует? Да, тут много чего, всякого, много настроек, кстати, интересных даже. Я в следующих видео покажу, наверное. Значит, идем в касание. Моторно-двигательный аппарат, касание. И здесь будет параметр, как Assistive Touch. А, кстати, тактильное касание, очень интересная вещь, поэкспериментируйте. Assistive Touch, вот. У меня выкол, смотрите. Бам. Бам, кнопка. Домой. Видите? Считай, мы сейчас сделали. Починили свою кнопку. Ну, конечно, да, не починили, но заменили. Apple хорошо поработали. Они молодцы, конечно, в этом плане. Если согласны, ставьте свой лайк. Ну, круто-круто, когда реально физическая кнопка сломалась. Ты как бы телефон не выбрасываешь, а можешь продолжать пользоваться. Также с помощью этой кнопки можно настроить очень много важных моментов. Допустим, аппарат, поворот экрана, там, выключить звук, еще, SOS, переключатель приложений и так далее. Все можете здесь сделать. Также вы можете глубокую настройку произвести этого приложения, как бы, да, функционала. Смотрите. Одно касание, открыть меню. То есть, двойное касание. Вы можете задать на двойное касание по этой кнопке, допустим, определенную функцию. Это очень умная кнопка, как я и говорил в начале видео. Долгое нажатие, тоже поставить какую-то задачу, что оно будет выполнять. В общем, это достаточно функциональная кнопка. Это не просто кнопка, да, что там, домой. А можно просто как кнопку домой сделать. Вот одно касание домой, двойное касание домой, долгое нажатие домой. Все, вот это задать, и будет у вас, как бы, кнопка домой, по сути, только по функционалу. Друзья, также я обещал вам показать, как поставить вспышку на звонок. Давайте переместимся в тот же раздел. А, кстати, если у вас все по-другому, другая версия iOS, у вас, ассистов тач, вы не нашли. Идите в поиск и пишите здесь вот так вот. Смотрите, бац, мы перешли, вот то же самое, да. Через поиск все можно найти, как говорится. Итак, мы идем, значит, в универсальный, сейчас, универсальный доступ. И здесь будет такой параметр, как аудиовизуальный элемент. И здесь будет вспышка предупреждений. Вы активируете данную, данный раздел, вспышка предупреждений. И в бесшумном режиме. И когда телефон у вас будет лежать экраном вниз, вы не пропустите звонок, вспышка будет вас уведомлять. И при, соответственно, когда у вас телефон, вот, кнопочка вот эта переключена в бесшумный режим, да. Друзья, классная очень функция. Также здесь, в этом же разделе, вы можете настроить такую приколюху, как моно-аудио. В этом случае, если вы включите, звук будет как бы визуально громче. На самом деле это не так, но вы будете слышать это как будто бы громче. Попробуйте. Очень интересная штука. Ну все, я вроде бы все показал, что я хотел вам. Надеюсь, что я кому-то помог. Если это так, ставьте свой лайк. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные, интересные видео, которые вам в будущем еще, поверьте, помогут. Ну а мы с вами, безусловно, прощаемся. Но скоро увидимся. Всем до свидания, ребятки. Удачи. Пока.